Дети солнца Азербайджан, страны Латинской Америки почти круглый год залиты ярким солнцем. Вся жизнь для азербайджанцев и латиноамериканцев связана с ним. Молодые музыканты из Латинской Америки и Азербайджана показали, как отражается солнце в музыке их самобытных культур. Турбач Анвар Каримов и Скрипач Мингусейнов рассказали, что они чувствуют, впервые выступая перед публикой после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Это огромное счастье вновь испытать эти ощущения, побывать на сцене и подарить людям эмоции. Мы уже как-то отвыкли играть на сцене. Спустя полгода почти были в карантине, сдали экзамены онлайн. Поэтому как-то непривычно было. Но мы очень благодарны Московской консерватории, что дали нам шанс еще раз выступить, играть на сцене в Рахманинском зале. Также музыканты представили программу своих выступлений. Три произведения азербайджанских авторов, таких как Тофик Кулеев, Ниази, а также Мусамер Зоев. Мусамер Зоев написал «Ноктюрн», он сегодня будет исполнен. Также будет переложение «Лезгинки» с фортепиано на трубу и романс «Ниази Арзу». Я буду сегодня играть две произведения. Один наш Фикрат Амиров написал «Мугам поэма», а второй латиноамериканская музыка из Колумбии, композитор «Эль Диабло Суэлто» называется. Кларнетистка Паула Андреа Гальего Гутъерес назвала соединение азербайджанской и латиноамериканской музыки экзотикой. Для русской публики это очень интересная музыка, очень привлекательная. И в принципе у нас тоже много чего общего. Кстати, мы давно дружимся, мы давно друзья. И нам очень легко уже играть вместе, передавать разные эмоции, когда играем. Поэтому мы очень рады, что сегодня есть возможность играть. Также артистка рассказала о том, как она попала из Колумбии в Московскую консерваторию. Первый раз, когда я была в России, я приехала играть на фестивале. По-моему, такой же фестиваль. Да, мы собираем друзей. Играла, потом у меня был урок по кларнету с преподавателем. И он пригласил. Приехать и все. У меня уже 6 лет в России.